Будет играть в клоус-дистанциях, он на кубу, и самое главное, что его тиммейты все равно ему не помогут. То есть его тиммейты полностью зонированы Апленте, Ник, да, взорвал людей, убил и Эдварда, и Сизда, но теперь ему придется встретиться и с Симплом, и с Флейми, которые будут идти со стороны Аплента, он прекрасно это знает. У него под контролем имеется С4, который находится слева от него, Ник не знает, войдет ли один из его оппонентов с дропрумы или, возможно, с плато. Но на самом деле двойка атаки движется с двери и уже очень и очень близка. Они сокращают дистанцию, Флейми начинает зачем-то ставить бомбу, и в конце концов Ника минусует всех, блин, всех, 4 килла от него как? Почему Флейми начал ставить там бомбу? Здесь уже 3 в 5 ситуация, перетяжка тут же идет от Керби вместе с Дюрпри на точку Б. А вот это могут быть проблемы для колов, потому что они в итоге начинают заходить именно на эту позицию. Керби на пленте, все-таки падает Зи, делает минус, отвечает Дюпри, отличник, 3 минуса от Дюпри. Ой-ой-ой, Убер вместе с Деси остается, и один из них падает, только один Деси сейчас может спасти команду Комплексити, у него не получает Содюпри. Спасает своего тиммейта Глэйва, который, в принципе, даже не смотрел в вентили. Сыграет свою МПшкой без армора под флешечку, выход от него делает почти минус, но Хика все-таки страхует своего тиммейта, в итоге заходят на зелень игроки команды Оптик, это выход на точку А, Кейджун Би. Кейджун Би, все красные, можно брать этот раунд. О май гад, что творится? Это Рене Борг, дорогие друзья, и сейчас он дарит еще один раунд команде Норса. Все-таки Миксфилл, они перестреливают, у нас ситуация 1 на 1, но кто же все-таки кого? 15 секунд до конца этого раунда, МСЛ просто обходит оппонента за смок и, в принципе, должен забирать этот раунд, потому что Миксфилл спину не прочитает. Никак вообще, сейчас МСЛ просто сделает килл. Да, так и есть. Но тут его очень много зависит, но как же, его круто изолируют гранатами, просто вообще ничего не дают ему сделать. Посмотри, смок, Молотов туда, флешка. Кейджун все-таки отлетает, прочитал его на оффлайн, нужно врываться, Мэджиск это делает, понимает, какой спрей просто по-другим, какой бог, он здесь в этой позиции раунд только сейчас отвечает, но 12 секунд до конца этого раунда, и врыв от конфига он не смог пережить. Ой, ну тут Мэджиск просто спасает ситуацию. Мэджиск бог. Мэджиск срубает его, и таким образом Клауда, мало того, что поставили бомбы, так они еще и в большинстве NAP попробуют выбивать, Фрайберг выходит сюда на хупу, Аутематик пытается его прострелить, это ему удается, 39 хп остается у Фрайберга, Форст все время получает Маслину на балконе, 15 хп у него, Гзист, пытается сократить дистанцию, пытается стреляться против Аутематика, ничего не получается, Клауд очень классно размонсовывает и очень долго живут, что самое главное, Пит все-таки находит Аутематик, погибает, и Стюи, Стюи дает даблкил на Гзиста, еще и залетает очередная пуля на Фореста, и Фрайберг. До свидания, его просто с ножа добивает Стюи, окей, у него, Стюи прикрывает своего товарища, Напфинг, еще один килл от него, Гет Райт вместе с Форестом, 2 на 3, при этом Клауда все еще контролили ни один девайс, они продолжают оставаться при своих, Форест открывается через флешку, попробует отстрелить оппонента, но он не видит никого, Гет Райт пытается открыться при помощи выхода с балкона, Напфинг падает, и тут все еще Стюи, который не читается в этой позиции, убивает одного и убивает второго, боже мой. Но он никак не читался, Капитан Мо выходит из боковуки, ловит тайминг, но Фоллен его отстреливает, Фелфт и временем с АК 47-м действует в дропруме, жмет минус Самбади, минус 3 от Фелфса, Самбади, Диди и ХЗ-чика погибает, у меня дерево, а вот это довольно неожиданное решение, Диди наказывает нас Фелфса, играет дальше на кубе, прячется, его, по-моему, до сих пор не рассекретил, никто не видит, Фоллен наконец-таки заметил, но при этом все равно превышно-позиционно отдает о себе заставку, Диди делает квадрокилл, счет становится 10-4. Он не закупает себе армор, а именно будет играть через банки. Оскар уже пропушил андерпасс, его тут могут вообще не ждать, Эдвард с минусой Денниса, и вот Оскар его видит, нет, его никто не видит, он сносит сначала сизда, начинает сражаться против Флейми, все-таки уходит, но опять же по нему информация уже получена, Симпл тем временем отрубает Ковача. Гардиан открывается против Оскара, ну и Оскара ноль шансов тут каких-либо, только если он не покажет какой-то дюжи скилл, первый минус, второй полетит, нет, не полетел пока что, однако на него брошены почти все силы игроков, Оскар, трипл килл, квадрокилл в этом раунде, Симпл остается один против двоих, и как же Оскар божит. На секунде бомба ставится, друзья, ловл Ника 2 в 3, шансов немного у этих парней, но Гардиан подставляется, однако Флейми делает все-таки размен, Эдвард возле боковухи погибает, Флейми 1-1. Ковач, эйс, эйс от Ковача, божечки мои, что этот парень делает, но с другой стороны Нави хорошо заходили на плейн, там бомба в сторону Аплента, тем временем здесь работает Ника, Ковач, Ника Ковач разрывает лица, Гардиан упал, Эдвард упал, Флейми до свидания, Ковач говорит, пацаны, плевать уже, куда вы ходили, тут Б уже полностью разорвано налево и направо, можете выходить хоть на А, но и Симпл вместе с Сиздом не ожидает, что именно на А точке окажутся оппоненты. Проблема же обычно, но тут не суть важна, сейчас мы увидим очередной заход какой-нибудь дым, мы насладимся красотой стрельбы Мэджетс Боя на этих рампах, не, он решил, что и без смоков можно людей убивать и так, просто выходит на сухую стреляться, минус один, минус второй, минус третий, просто затопил, просто в тупую 30 патрон отправил в одну сторону, 3 человека под них поставились и до свидания. Всему оставили люркера, это Дося, он играет там в рукаве, ну и к слову Virtus.pro играет очень закрыто на пленте, два игрока находятся ближе к самому пленту, один на пленте, второй на дереве, и в итоге стяжка, и вот он выход через дроп и платформу. Хоббит, но встреча с Пашей отследует тут же, Нео вообще не может разобраться с собой, но все-таки забирает Хоббита, тем временем это АС, убивает Досю, Нео, еще один минус, хотя оказалось, что он должен был падать вообще от Хоббита, и здесь уже Мэу не успеет, 4 секунды до конца этого рандо, ни в коем случае нельзя погибать после таймера. Ну и Нео работает неплохо, минус 4 от Филиппа Кубских, хорошая защита уже на точке B. Для вентилей, ну, Астралис, наверное, будут все-таки на А выходить, нет, к Зиптикс, возможно, как-то, нет, хорошее, хорошее решение пойти в итоге на B, потому что, да, действительно, есть контроль Сикрита, и вот Хико стягивается с Нафлайем на нижний. Глэйв пытается заиметь оппонента, как минимум по одному игроку команды Оптик уже есть информация удача, Хико перетягивается на короткий, вместе с Нафом будет врываться, и, в принципе, врыв не самый лучший получится, потому что слишком много оппонентов уже смотрит в эту позицию, Кербе красный, устанавливает бомбу, но погибает от Гранты Раша, но он свою миссию выполнил. Так, диффузы есть, ретейк 3 в 3, у Глэйва очень хорошая позиция, а Раши на флай, будут заходить через длинный, через твердень. Хико, Хико, должен прочекать, да, нет, все-таки не получается Нафу и Рашу забрать, Глэйва тот оформляет уже триплкил в этом раунде, последний, Спенсер Мартин, крокодил, который пока что никого не нашел и не убил. Может быть, Глэйв будет? Нет. Слип автора, у нас Нюк играли комплексити вчера, Кобблстоун тайлу играли, и вот Ренегейтс играет на карте Деймираж, то есть, по сути, Нави видели, как играют австралийцы, но австралийцы вчера показали очень хорошую игру против фейзов, как раз-таки за КТ у них все получалось. Джейкес ловит Эдварда, погибает также Сизд, пропускаемый немножко минусы, но преимущество за командой Ренегейтс, Флейми тем временем вышел на трон, Симпл наказывает Атера, будучи на коврах, Нави, яма плюс ковры действует, флешка Джейкеса, Джейкес попадает в Словаку и не удается тому разыграть свой АК, но при этом Флейми должен все-таки залазить, наверное, на ящик и забирать дефолт, но он этого не делает почему-то. Симпл убивает Джейкеса и они вместе с Флейми попробуют все-таки выйти на точку, но в спине уже имеется Астила, который выйдет с апартаментов, точнее с Пелоса, пока что его не читают игроки атаки, замечу то, что у Флейми есть один смачок, его можно выкинуть, поставить под него бомбу, нет, решили просто-напросто поставить ее, Симпл получает прошивку с джангла, понимает, что надо против него бороться, нет, она не уходит в одну и ту же позицию, Флейми погибает, Симпл остается один, отрубает голову одному, отрубает голову другому и теперь остается разобраться с Ямом. Симпл тащит! Это Эйс, друзья, что он повесил, браво, Александр Костолев, когда ты еще нубом капитанишь и твой уровень растет, а тут Денису капитанству досталось наследство от Девса и фро-команде, это очень тяжело. Два в четыре, Эдвард Гардиан, Устила, заднего плента, Гардиан делает... Это реальный шанс, старый Словак может сейчас поднять флаг Нави в этом раунде, давайте посмотрим. Поставит он бомбу, будет смотреть Кичин, соответственно, инфы по остальным игрокам у него нету, просмотрел ЗЗ, и вот теперь самое главное превосходство Ренегада в том, что их А, двое, Б, инфы нету, но нет никаких флешек и дозонировать Гардиан нечем, он просто в тупую на стрельбу отстреливает сначала Атера, ну вот он, вот он. Сейчас он сконценируется на все сто процентов, и, честно говоря, у Джейкеса не так уж много шансов, Джейкес пытается подъехать, подождать, когда все-таки на него откроется, он сам не придется пушить, и вот он, Гардиан! 54 хп у него оставалось, и на Форесте он все-таки смог сделать этот раунд... ...оттуда, ну и откидка гранат, тут же можно перейти и над два ствола, ну зачем вообще прыгать? Неправильно, ну какое-то такое решение, очень не самое лучшее, автоматик репикает, делает минус по колдзеру, сохраняется преимущество для клаудов, СК начинает заходить на Б плент, и клауда вроде как читает все это дело. Да, автоматик врывается, не самый лучший враг, Ферр вместе с Фолленом забирает там, за монстром Скаду, тут находится, пытается на себя свести этот фокус, и забирает все-таки у нас Шраут, Фера, еще и Стьюи отстрелит Фелпс, и последний Фоллен, ситуация один на один против Стьюи, Тукея, который находится за плентом, это АК-47 против ЕМП, Шкин! Я просто понимал, против кого он остается. А, это бомжи долбаные, щена левая просто все. Для атаки, и она уже выходит на вилку, здесь Досин, здесь Ртыгла, приквиком в упор, всаживает одному, и заканчиваются патроны, так добивал бы Мэжес Бой, легко и просто, но не получилось. И эстафетную палочку принимает Зевс, погибает тут же, Хоббит тем временем открывается, пытается разармаживать камеру с Джумбу, все красные у Норфов, но Хоббит решает то, что стоит сыграть в дабле с Адреном, Адрен открывается с ЭЗшкой, с Контрол Рума! Все красные, все красные, Кожумб один, 19 у Мэджика, ЭЗи 49, но при этом Хоббит погибает, и Адрен остается один в тупиках, заходит в вентиляцию и попытается как-то отсюда забрать оппонента. У него это получилось, минус Мэджис, Адрен уходит снова в тупики, идет теперь в короткий, тут у нас есть игрок атаки на плейнте, двери открываются, Адрен пытается забрать, вышло, ЭЗи погиб, Адрен один на один! Адрен не знает, он не видел в смоках МСЛ, но МСЛ, кстати, не стал пушить, и есть все-таки шансы хорошие у нас, Адрен, а вот сейчас, оп, заметил, знает или нет, МСЛ залазит, замечает Адрен, но хорошенько! Шот, и в итоге Хоббит один на один не реагирует, Хоббит заходит в тупики, здесь у нас, благо, никого нет, два человека против Хоббита, Хоббит тащит, минус конфиг, остается один на один, этот раунд очень важный. Морозится, морозится, зачем идти это времени, да дофигища было, но Хоббит рисковал очень сильно, потому что у противника точно нет диффуз-китов, это же, ну, экономический раунд. Левый, неважно, один сантиметр всего лишь отделял Мэджицка от смерти, но сейчас уже Хоббит будет присматривать за этим углом, за этим ящиком, на котором все еще Мэджиц просто в тупую осиживается и ждет, когда Каджум придет ему на помощь, а он приходит с ВП, Мэджиц, отстреливает Хоббита, горит все-таки до конца, Герри-Герри ясно, Мэджиц, бой опасно, и Адрен взрывает еще Эйзи, до свидания, МСЛ, Каджум, остается один против трех игроков Гамбит Гейминг, это одиннадцатый раунд! Команда Гамбит занимает ребра и попытается зажать Аплент. Конфиг, чекает ковры, там сидит Дося, Тося уже демонстрировал нам мастерство коврового покрытия в Аплента, и вот оно заезжает, Дося сносит Конфига, Мэджиц, бой, тем временем с Песков пытается стреляться, неплохо против Даниила Теслянка, туда же отправляется Мо, туда же Дося, только что ситуация 4 в 3, которую полностью переворачивает Мэджиц, бой, одно из молодых дарований Дании, и сейчас только Адрен, Адрен и его снайперская винтовка против МСЛ и Эйзи, сможет ли Масильный и его дружбаня сейчас умиротворить Адрен? Ну погоди, это один из лучших игроков СНГ про сцены, он делает один килл, он знает про второго! Адрен с АВП, неужели ты так же хорош с АВП, как и с Калашом и Эмкой? Эйзи откидывает флешку и Адрен берет этот раунд! Вот это да! Провод теперь понимает точно, потому что бомба была поставлена Спиди с Фамасом перетягивается к Деннису, ребята будут выбивать через библиотеку, Нео при этом на Форесте, бомба дефолт, про Нео инфа никакой, Нео слышал только что флешку, Нео видит одного, отстреливает Денниса, но при этом он не догадывает... Спиди, звездный час! Спиди! Спиди проигрывает! На переориентацию в сторону коннектора, опять же оттуда его теоретически говоря могут не ждать, в самом случае он на это точно надеется. У ловла есть 5-7, он может играть на клоус-дистанцию, со скаутом конечно не стоит, наверное пушить. А вот Спиди за контролем, Лака 47-ой, выходит на главку, увидит голову Снэкса, вот находится в нинже, его перестреливают у Спиди 28 кп, он добивает Тазу, у которого было очень-очень все красное. Снэкс, Снэкса добивают, но по инфе надо сыграть, он просто спреет одного, неужели да спреет другого? Боже мой, ну Спиди, ну что? Виртус Про, там что надо перетягиваться на точку, а тут их принимают три игрока защиты, Бьяли, приемка первая, Таз помогает, убивает Деннис, убивает Спиди, тем временем Лоула отвечает на Бьяли, но это всего лишь один минус со стороны немецкого коллектива, вот он включается, Ника, вот он баснеец, вот его машина поехала, но вопрос только в том, что немножко затормозились Маус Спорд, Ника отвечает на Нео, Таз сразу же разменивает Лоула, и вот теперь вопрос только в том, что как же вообще полетели головушки буйные? Не увидел, здесь, конечно, играет на руку Тако именно тайминг, но он откидывает флешку, и таким образом, конечно же, для Флейми эта информация, но так и не пошло все-таки Нельзя было эту флешку откидывать, все-таки до последнего нужно было, чтобы Флейми хотя бы не знал, где находятся оба соперника, я считаю, что это ошибочная граната от Тако, соответственно, если Фер погибает, то у Тако не будет диффузов, они упали на коврах, откидка неплохая, но это слишком легкий минус для Егора, Василий Вантач, все-таки дожидаться Фер, но тут Фера нужно включать однозначно, забирает, и, ну тут позитив для нами в том, что, в принципе, есть инфа о том, что один на Б, один на А, нужно давить, нужно давить Фоллина, нужно вдвоем просто давить! Фоллин меняет позицию, сохраняет время, Фер уже подключается, Зига! Ой, получает хэдшот от нас, папа Фоллин, все-таки Гардиан добирает, и красным оставляет Фер, всего лишь 6 хп, там все-таки раунд для команды СК, 4 в 2! Уже бежит, сейчас Бьяли, ну и Нео будет выходить с ледеррума Глэйв откидывает флешку на мидл, Нео при этом спустился, Нео забирает моментально Глэйва, Дюпри на штом вагоне, чекает центр, Дюпри можно забирать, он падает поглубже Его окружают, бомба падает, Тас погиб, Дюпри, все там же, Нео пока его не видит, тем временем на зелень выходит аккуратно у нас Бьяли Нео пытается жить, Бьяли, хороший тайминг, ловит Кьярви, на плен, теперь это погибает Гзипокс, остается Девайс, один против троих Команда Астралис была только что очень близка к тому, чтобы взять все-таки раунд на карте Детрейн Может быть Девайс получится разыграть, один в три, Девайс, ловит одного, ловит второго, найди Бьяли Да, у Девайса все шансы затащи, дорогие зрители, один в три, два кила сделан и все-таки минус Бьяли, как же жестко Вертус про сейчас, прикинь, фр, конфиг должен смотреть эту позицию, так оно и происходит, фр вместе с фелпсом А у конфига, мне кажется, лак случился, это минус компьютер просто, я уверен, другого варианта не существует Подвиз у нас, но Мэджис дальше воюет, забирает колд-зеро, фелпс в этой же позиции, ну как же так пропускает, донфиг, конфиг Погиб у нас просто так же, ну этот лак, на самом деле, я еще вспомню его, и Мэджис дальше, конечно же, будет отвоевывать, возможно, эту точку А Даже не пропускает у нас Ферра через эту позицию вместе с Полином, действует он, Полин должен попадать с АВП, нет, все-таки это делает Ферр, но МСЛ уже в хорошей позиции Но под него летит такая флешка, Полин, может сейчас вас убиться? Он в хорошей позиции, но и в хороших руках, я бы сказал, что! Алло, алло, не надо такие вещи делать, Ферр, вы нас пугаете, Фелпс остался один, вы все прекрасно знаете то, что он не такой опытный, как МСЛ И в кладчах МСЛ, наверное, должен быть посильнее, кроме этого у Фелпса 15 хп, в отличие от сотни у капитана команды из Дании Но Фелпсу в любом случае придется сражаться, потому что бомба-то не у него под контролем, а она под контролем у МСЛа Лежит бомба на спауне, точнее, на пленте, Фелпс идет, можно ее подобрать, да, он ее подбирает, МСЛ дает ему это сделать Единственный плюс для МСЛа, точнее, для Фелпса, то, что его позиция была неизвестна, поэтому он сейчас смог так сделать Да, и плюс еще Фелпс просматривал с коннектором, так, неплохо, МСЛ замечательно 15 хп уже 0, капитан команды тащит первый раунд для капитана Вот видно, что они нервничают, они не чувствуют своей игры, они сами себе на ровном месте привезли огромную кучу проблем Почему? Почему? Я не могу ответить на этот вопрос Непонятно, я не знаю почему Все, все, все Дергал, и теперь не успеет О, да! О, да, 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 да Зачем Ферпс? Ферр просто продал раунд Зик работает от Нео, главное здесь не погибнуть Ферр тоже, на самом деле, выходит Фелпс Тот же хэдшот 5 на 4 в начале раунда в пользу команды Virtus.pro. Но так уже часто у нас бывало. Первый замечает соперника. Это Снекс, который слишком широко выходит. Все-таки на размен Нео. Так что эффективность у него очень хорошая в этом раунде. Два игрока через яму. Это Фолин, если не ошибаюсь, вместе с Колдзерой, которые будут выходить на точку А. Там, в принципе, небольшое укрепление. И заметьте, что есть молотов у Колдзерой, который стоило бы кинуть под ковры, но он выходит без него. Что самое интересное, Virtus.pro не читает сейчас выход на точку А. Потому что два игрока до сих пор стоят на Б, два игрока стоят на А. У Снекса важная позиция. Таз решает менять свою позицию Бьяли. Одного все-таки забирает. Как же неуверенно действует. Тяжело. 10 секунд до конца этого раунда. И Нелс, либощий, выбивает эту бомбу. Так, он вынужден просто действовать. Мора меняет уже свою позицию. Сейчас он все-таки найдет фраг. Как промазал Фолин здесь, выдал свою позицию. И, конечно, это информация для Virtus.pro. И тут же отлетает от Нео. Здесь Фолин продал, на самом деле, эту позицию через тикет-бокс. Дальше действует Тако. Колдзер идет по минусу. Как же Тако поседает сильно Virtus.pro. 2 на 2 ситуация. Один через Зик, один через Сити. Тако очень красный. Ну и Снекс решает просто под флешку. Возможно, занять эту позицию. Нет, он отходит обратно. И вдвоем нужно действовать у нас Virtus.pro. Снекс Бьяли против Колдзера и Тако. Один очень красный у защиты. Такая же самая позиция у атакующих. Какого Снекса здесь просто будут загонять под коврами. И Бьяли в коем случае не должен здесь погибать. Он остается в ситуации, в которой не позавидуешь. Но он убивает Колдзеру. Тако. 16 хп. Один патрон от Бьяли. Нужен здесь для того, чтобы возвращать этот раунд из своей команды. Тако. Погиб. Будет выход в коннектор. Ой, нужно прочекать Колд. Ой, не чекается Колд. Ну как же так? И есть размен от Паши. Это уже неплохо. Так. Дальше можно продолжать выходить на точку. А там вот под карами один из игроков. Также Phelps через Сити. Нужно прочекать эту позицию. Паша, Паша. Нет, все-таки не добивают. Но есть Накс, который тут же на размене Phelps через тикетбокс получает прострел. Но на 9 хп. Это прострел? Ну это такой прострел. Ой, ой. Как же тяжело сейчас будет. И Бьяли вроде как контролирует эту позицию. Phelps сейчас делает работу для команды СК. Но есть Тасс. Капитан команды, который может дальше тащить. Выпад. Атаку. В никуда абсолютно. По Фелсу. Это раунд 4 хп. Виктор Войтас. Как ты это делаешь? Подскажи, пожалуйста. Это Антона Черепенникова. Ой, да какая зависть. О чем ты? Зависть плохое чувство. Нео открывается на Phelps. Тот слишком активно действовал на окне. Неужели? Неужели это камбэк? Какая красивая игра от команды Virtus.pro в этом раунде. Паша забирает Фера, который был слепущий. Coldzero тоже отлетает. Дайкл вместе с Фуалином. Все. Посыпались ребята из команды SK. У них было такое ужасающее преимущество. И они не смогли все-таки довести дело до конца. Но попытается, конечно же, Таку вместе с Фуалином. Нет. Фуалина уже нет в рамках этого миража. Таку остается один одинешник против четырех игроков команды Virtus.pro. Трое из которых уже выходят на точку B. И один будет заходить в спину. Это петля для Таку. Но все-таки вот она не душит его. Он действует против Паши. Один в 3. 74 хп. Есть диффузы. Есть гранаты. Опять же таки молотов. Две флешки. Можно ворваться. Попытаться через этот смо как-то удивить своих соперников. Потому что они тебя будут уже дожидаться с двух, с трех фронтов. Тако. Порываться через окно и прямо на прицел к ней. Им нужно просто крикнуть сейчас всем из ста на команды Virtus.pro. Потому что они потащили не тащибельное. Да. Очень тяжелую игру вытащили сейчас Virtus.pro. Огромные молодцы. Поздравляем парней. Заслужили. Честно говоря, должны были на мажоре выигрывать. Ну ладно уже. Я никак этот мажор не забуду. Тут исправились. Тут полностью себя... Продолжение следует...